всем привет я евгений ковальчук и вы на канале веб-дев и это канал посвященный веб-разработки и всему что с ней связано добро пожаловать в очередной видеокурс который на этот раз посвящен парам typescript вы давно мне писали о том чтобы я записал соответствующий видеокурс ну и да наконец-то я сосрел для этой мысли ну что ж небольшой бэкграунд в синтаксис в язык вообще существует два основных мнения по поводу typescript одни считают это полностью независимым языком для разработки другие считают его под множеством языка javascript то есть таким отдельным ветвлением принципе и те и те правы хотя лично я придерживаюсь именно второго мнения касательно ветвления почему эти и те правы ну во первых в typescript есть свой новый тип данных это нам если вы работали только с javascript то скорее всего вы даже не представляете что это за тип но в курсе я вам об этом расскажу это раз во вторых сам по себе typescript вводит такие понятия как интерфейс абстракция и так далее такие же вроде как понятия есть в javascript но там это просто классы и разницу между одним и другим зачастую не сильно видно и отвечу еще на один вопрос почему в последнее время typescript стал настолько популярен в действительности его довольно легко интегрировать в любой проект в любой фреймворк библиотеку он работает довольно тесно вместе с ними и не вызывает никаких проблем это раз во-вторых фишкой данной в языка является то что вы видите свои ошибки еще на момент написания кода это существенно ускоряет процесс написания процесс отладки и позволяет создавать действительно стабильные и толковые приложения которые не ломается от одного чиха вот почему потому что мы задаем фактически типы и все эти типы мы можем контролировать на каждом этапе то есть если у нас есть какая-то функция или метод мы прописываем типы аргументов в какие это функции элемент получает после чего мы прописываем ответ и в случае нарушения каких какой-то логики мы сразу же видим ошибку еще на момент написания кода они на момент компиляции билдинга или потом вообще просто в браузере поэтому это круто это реально ускоряет процесс разработки и стабильность вообще проекта в целом ну что ж я надеюсь мне удалось вас заинтересовать данным синтаксисом немного рассказав о его плюшках о плюсах однако прежде чем приступить к изучению TypeScript я бы рекомендовал для начала немного освежить знания в в JavaScript пересмотреть синтаксис ES6 то есть непосредственно создание объектов аксессоры ну геттеры и сеттеры плюс пересмотрев курс по паттернам вы будете слышать такие понятия как абстракции интерфейсы наследования и вы сможете сравнить это с тем насколько элегантно все это реализовано в TypeScript то есть это не просто какие-то слова красивые а там для этого всего есть отдельные сущности ну что ж в любом случае под каждым из видео будут ссылки на плейлисты которые я рекомендую просмотреть и в любых скажем так непонятных ситуациях будут всплывающие подсказки поэтому если какая-то тема у вас немножечко хромает то достаточно будет кликнуть эту всплывающую подсказку и пересмотреть дополнительный материал для того чтобы полностью разобраться в синтаксисе в нюансах TypeScript и в целом это все вводное слово которое я планировал сказать однако есть небольшой спойлер смотрите за 12 уроков этого курса мы рассмотрим синтаксис TypeScript инкапсулирован то есть мы не будем никуда его интегрировать мы будем использовать песочницу и смотреть что во что компилируется и как что с чем взаимодействует и работает но я не исключаю что следующий видеокурс который появится на канале это будет интеграция TypeScript и react поэтому ставьте лайк под этим видео и под всем которое вам понравится обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующий видеокурс ну и увидимся поехали добро пожаловать в первый урок посвященный языку TypeScript и в этом видео мы с вами рассмотрим базовые типы языка и разберем зачем каждый из них нужен как вы знаете в нативном JavaScript есть шесть основных типов данных это number string boolean null undefined object и еще один дополнительный седьмой тип символ который появился версии стандарта ECMAScript 2015 каждый из типов предназначен для хранения определенных данных то есть числа строки булевое значение и так далее однако в случае неправильной реализации функции или метода тип переменной мог измениться то есть например в переменную изначально хранящую число могло быть записано булевое значение или строка и JavaScript поскольку является языком с динамической типизацией благополучно умалчивал этот факт в результате чего в коде появлялись ошибки которые ломали логику и которые становились действительно трудно отловимыми для того чтобы определить тип переменной в JavaScript применяется оператор typeof с помощью такой нехитрой операции можно определить тип любой переменной что в принципе и очень активно применяется в узких местах реализации или так называемых bottleneck и если прожженный специалист понимает некоторые тонкости определения того или иного типа данных то вот новичка могут сбить толку такие моменты как тип массива и тип нал это объект и если вы не понимаете почему это так то я рекомендую вам для начала прочитать основы двигаемся дальше с появлением лет и конст часть проблем вроде бы отпала по крайней мере простое значение объявленное через конст стало невозможно изменить мы получаем ошибку о попытке переопределить константу но этот условно говоря фикс не работал со ссылочными типами да и вообще был придуман совсем для другого но опять же если понятие передача данных по ссылкам и значениям у вас вызывает затруднения то повторите основы лет же по-прежнему можно переопределить совершенно без проблем никаких ошибок это не вызывает по факту картина никак не изменилась и переопределение типов было сильной головной болью на проектах не на проектах типа туду лист написанных на одном классе с пятью методами а действительно серьезных проектах с кучей кода любое масштабирование или рефакторинг становились сильной головной болью поскольку не всегда было понятно какие конкретно данные принимали функции или методы зачем эти данные трансформировались и так далее а забытое переопределение типа могло сожрать не один час времени любого разработчика поэтому программисты на java script всегда старались получить полный контроль над типами и прозрачно определять все шаги программы с этими задачами прекрасно начал справляться typescript если говорить в общем typescript это строго типизированный язык и хоть некоторые считают его отдельным языком программирования фактически это альтернативный синтаксис java script или обертка над ним а это значит что в основе всего по-прежнему лежит js однако для каждой переменной или константы для каждого аргумента функции и результата выполнения этой функции для каждого класса свойства и метода можно задать тип а задав типизацию для всех элементов еще на стадии написания кода легко можно отследить где конкретно произошла ошибка и тем самым моментально исправить ее надеюсь один из самых важных плюсов языка понятен ну что ж теперь давайте рассмотрим базовые типы которые используются для различных данных а заодно рассмотрим синтаксис тайвскрипт и первый тип это буллин данный тип как нетрудно догадаться служит для определения булевого значения я создаю переменную из completed далее ставлю двоеточие и определяю тип буллин после чего присваиваю значение как вы видите абсолютно ничего сложного да и синтаксис вам скорее всего интуитивно понятен однако теперь если я попробую изменить тип этой переменной например присвоить число то получу ошибку о том что тип числа не соответствует объявленному буллевому типу то есть я не могу изменить буллевое значение на любое другое а это значит что для переменной из completed я могу использовать либо false либо true ну и поскольку я использую led я спокойно могу переопределить из completed как true что является вполне валидной записью следующий тип это число как вы видите я создал 5 различных цифровых значений и целочисленное и дробное и бинарное но для всех них есть только один тип это набор то есть с помощью набор можно определить тип любого числа двигаемся дальше string данный тип как нетрудно догадаться служит для определения строки им же может быть определена template string или шаблонная строка следующие два простых типа это null и undefined и вот здесь уже всплывает первая разница между классическим javascript и typescript так как если тип undefined это undefined и там и там то вот тип null это тип object в js о чем говорилось чуть ранее каждый из типов служит для определения своих значений и вот уже на этом этапе можно сказать что typescript предоставляет более прозрачный и логичный механизм определения типов последний на сегодня тип это white данный тип предназначен для определения отсутствующих типов немного запутано но на практическом примере станет все понятно смотрите в действительности все просто у нас есть функция grid user которая с помощью alert выводит приветствие для пользователя но как вы видите функции нет ключевого слова return а это значит что она не возвращает никакое значение а следовательно результат выполнения функции это отсутствующий тип или white который мы и указали кстати внимательно посмотрите где указан white он пишется именно после круглых скобок то есть мы помечаем данным типом именно результат выполнения функции если же white мы напишем после имени функции great user то получим ошибку так как в таком синтаксисе мы определяем тип константы они тип возвращаемого функции результата а поскольку в константу у нас уже присвоена функция то типа white у нее не может быть в принципе помните об этом когда будете тренироваться на начальных этапах это довольно частая ошибка сегодняшнем видео мы разобрали лишь половину типов дальше будет интереснее поэтому обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие уроки кстати весь код я советую вам писать вместе со мной для этого ничего устанавливать не нужно а можно воспользоваться песочницей которая есть на официальном сайте документации тогда вы сможете видеть во что компилируется написанный вами код и возможно это улучшит понимание материала ссылку на песочницу вы сможете найти в описании этой песочнице нам вполне хватит до конца курса так как в нем мы будем рассматривать именно чистый тайп скрипт без интеграции в какие-либо библиотеки или фреймворки также напоминаю что весь код курса можно найти в github репозитории в предыдущем видео мы начали разбирать базовые типы этого языка и сегодня мы продолжим эту тему однако я бы сказал что с простыми типами закончена и дальше будет уже интереснее первый тип который мы рассмотрим сегодняшнем уроке это рей или массив как вы видите существует два способа определения массива в первом мы говорим о том что тип данных это числа и эти числа будут находиться в массиве во втором с помощью ключевого слова рей мы задаем тип данных после чего с помощью нам бар описываем эти данные кстати забегая немного вперед второй вариант называется дженерик тип но что это такое и в чем его особенность мы рассмотрим в следующем уроках у самых внимательных же может появиться вопрос а что если массив содержит различные типы данных например строку или число тогда на помощь приходит новый тип данных который называется apple и выглядит такая конструкция будет следующим образом как вы видите здесь также используется два варианта записи в первом внутри массива мы сначала определяем будущие типы а затем присваиваем в переменную соответствующий массив во втором мы делаем то же самое только в одну строку разница в том что если массив будет содержать набор из 10 разных элементов которые нужно описать то намного удобнее использовать именно первый случай причем если вдруг при инициализации произошла ошибка и порядок типов данных изменился то есть сначала идет число а затем строка то мы опять же узнаем об этом получив ошибку еще в момент написания года однако и здесь может появиться вопрос а что делать если мы не знаем заранее каким будет массив по размеру или например если массив будет содержать 100 элементов строк и 101 элемент будет числом это что нужно будет писать портянку и 101 типа определяя их на самом деле нет все намного проще когда данные формируются динамически или предположим мы получаем их из сторонних библиотек или их физически трудно описать то можно использовать тип они на экране вы можете видеть два примера в первом мы описываем динамически сформированный массив используем мы для этого ключевое слово они во втором случае мы определяем переменную not sure задаем ей тип они и если внимательно разобрать пример то при определении типа с помощью они тип данных можно свободно менять и никаких ошибок это не вызовет однако я думаю вы сами понимаете что такая проверка очень ненадежная и фактически может привести к ошибкам о которых я говорил самом начале предыдущего урока так что данный тип вполне применим но если есть возможность описать типы нормально то лучше воспользоваться именно ею и кстати данный тип является чем-то вроде противоположности уже рассмотренному white просто в одном случае у нас может быть любой тип данных а в другом полное отсутствие типа двигаемся дальше следующий тип который мы разберем это нам фактически это более удобный способ который можно использовать для задания понятных имен набору численных значений перечисление определяется с помощью ключевого слова и нам и они позволяют нам создавать набор именованных числовых констант те кто изучал только javascript не сразу поймут для чего это нужно но при рассмотрении практического примера все станет понятно вот так выглядит набор и нам интуитивно я думаю вы уже догадались как это работает и нам тип directions содержит набор основных направлений вверх вниз влево вправо этот набор не генерируется автоматически а мы точно знаем все входящие в него элементы каждому элементу соответствует свой индекс таким образом обратившись каждому мы получим следующий результат то есть нам к это своеобразная смесь массива и объекта по значению мы можем обращаться и получать соответствующий индекс как можно догадаться перечисления начинаются с нуля но никто не мешает нам путем переопределения задать индекс для любого элемента либо для каждого обратите внимание на directions right его значение 7 а не 0 или 1 так как при создании перечисления индекс следующего элемента значение которого не задано зависит от предыдущего чуть больше о типе и нам мы поговорим в будущем видео уроке ну а сейчас давайте рассмотрим следующий тип это never данный тип может использоваться в двух случаях первый это когда функция возвращает ошибку и не заканчивает свое выполнение второй это когда функция действительно постоянно выполняется как вы видите данный тип очень тесно связан с функцией оба примера вы можете видеть на своих экранах как и говорилось в первом случае наша функция просто возвращает ошибку во втором она находится в бесконечном цикле и never говорит о том что от этих функций результата мы не получим заключительный тип это object этот тип как нетрудно догадаться предназначен для определения объекта или не примитива на экране вы можете видеть некую абстрактную функцию create которая в качестве аргумента принимает оу тип о это либо объект либо нал таким образом если мы попробуем вызвать функцию create со строкой или числом то получим ошибку кстати в этом же примере вы можете видеть синтаксис нескольких типов то есть если переменная может иметь несколько типов например число или строку то эти типы просто отделяется вертикальной чертой и такой тип называется тип объединения в таком случае оба варианта присваивания будут валидный и последний пункт на сегодня это type с помощью данного механизма можно создавать пользовательские типы пример вы можете видеть на экране с помощью ключевого слова type мы определяем так называемый элиас или псевдоним для кастомного типа у нас это обычная строка однако теперь этот новый тип name мы можем использовать при определении типов переменных и прежде чем мы продолжим разбирать типизацию различных элементов я бы хотел немного остановиться на типе нам поскольку его мы рассмотрели буквально вскользь не акцентируя внимание на его особенностях давайте восполним этот пробел нам или перечисления это такая сущность которая помогает вам лучше структурировать однотипные элементы в общем виде она выглядит следующим образом и представляет из себя некую смесь объекта и массива при обращении к значению и нам возвращается его индекс это мы уже разобрали в предыдущем видео однако получить какие-то данные мы можем не только по значению но и по ключу выглядит это следующим образом такой подход называется рверс нам то есть нам позволяет удобно обращаться к своим данным в обоих направлениях как вы понимаете элементы нам нумеруются по умолчанию эта нумерация начинается с нуля и идет по порядку однако этот порядок мы можем изменять задавая свой индекс периодически такая необходимость также может возникнуть и это еще один плюс в копилку гибкости нам еще одна особенность это скажем так более внятные имена для индексов то есть не просто какие-то порядковые номера а действительно читаемые и интуитивно понятное значение выглядит это примерно следующим образом в этом примере мы создали нам q links где определили социальную сеть и url адрес до нее после этого очень удобно обращаться по читаемому имени и получать соответствующий ему адрес кстати довольно интересно посмотреть на результат компиляции как вы можете видеть у нас создается анонимная самовызывающаяся функция которая конструирует объект как было сказано в нативном javascript такого понятия как и нам нет поэтому из перечисляемых аргументов нам собирается объект содержащий ключ и соответствующие этому ключу значения также если мы посмотрим на нам q directions в которой идет просто перечисления без задания имен то вы можете увидеть как реализован механизм удобного обращения по ключам и значениям общий механизм создания тот же самый только теперь вместо жесткого задания ключей объекта у нас происходит конструирование объекта с перелинковкой на самого себя это и есть тот механизм который помогает обращаться к элементам набора и по значению и по индексу и еще одна фича который вам будет полезно знать это то как правильно создавать нам тип и немного минимизировать выходной код поскольку typescript генерируется в javascript то ссылки к нам всегда выполняются как доступ к свойству и никогда не встраиваются другими словами просто написав нам и описав его перечисляемое значение вы всегда получите генерацию объекта через функцию даже если этот объект в перспективе и не будет использоваться в большинстве своем такой подход является правильным но если все-таки стоят требования к минимизации и оптимизации ресурсов и мощностей то можно воспользоваться константными перечислениями выглядят они следующим образом то есть просто перед словом нам добавляется конст и если теперь посмотреть на сгенерированный код то он пуст у нас нету обращения к нам links а соответственно и создавать объект тоже не нужно но если мы например попытаемся создать обращение какому-либо элементу и нам как в примере создав массив r и поместив туда элементы links вики и links facebook то только тогда в генерированном коде мы получим значение и опять же обратите внимание никакой генерации объекта нету в результирующем коде мы просто получили соответствующие ключам свойства хотите верьте хотите нет но три предыдущих урока покрывает практически 80 процентов всего материала синтаксиса typescript сегодняшние и все последующие лекции это будут углубление и рассмотрение нюансов и начнем и как обычно с простого а именно с функций для начала создадим стандартную функцию create password ничего сверхъестественного обычная функция которая принимает имя и возраст и формирует из них строку пароля смотрите когда вы работаете ставить скрипт вы должны понимать что ваша задача это описание типов как вы могли убедиться типы есть у всех сущностей с которыми мы обычно работаем не исключение и функции с какими параметрами работают функции и что мы можем описать ну для начала это конечно же аргументы их описание будет выглядеть следующим образом ничего сложного как было сказано функция принимает два аргумента это имя и возраст имя это строка возраст это соответственно число оба этих типа мы и указываем теперь мы можем дать небольшую гибкость для аргумента age изначально мы задали его числом но предположим что есть вероятность получить и строку то есть аргумент age может быть как строкой так и числом давайте добавим это условие отлично изменение минимальной и должны быть вам знакомы через вертикальную линию мы добавляем тип string а я напомню что когда значение включает несколько типов это называется тип объединения и теперь в случае если функция получает вторым аргументом строку ошибки у нас не возникает как вы помните одной из фич функций синтаксисе есть 6 является дефолтные аргументы и в нашем случае они тут тоже никуда не пропали до получилось немного длинно но и тем не менее нам удалось полностью описать работу с аргументами обратите внимание на второй вызов функции когда мы пытаемся передать значение нал у нас возникает ошибка так как никаких аргументов в виде нал функция принимать не должна следует упомянуть что в тайп скрипт есть такое понятие как опциональный аргумент смотрите кейс предположим нашей функции мы не хотим указывать никаких дефолтных аргументов и попытаемся вызвать ее передав только имя в этом случае мы получим ошибку что функции мы не передали аргумент age но предположим что где-то внутри нее у нас описана логика того как должен присваиваться edge в случае его отсутствия сама же функция об этой логике ничего не знает и аргумент age должен быть опциональным как это сделать все очень просто после аргумента age достаточно добавить вопросительный знак и теперь все будет окей никаких ошибок выброшено не будет отсутствующий аргумент мы спокойно можем обработать внутри функции еще одна фича и с 6 это остаточные параметры или rest создадим новую функцию которая будет принимать имя и rest оператор skills который будет содержать массив скиллов если вдруг вы забыли что такое rest и как он работает то пересмотрите соответствующий урок в плейлисте по es6 а мы двигаемся дальше как описать подобный тип аргументов все элементарно так как подсказка была дана самом начале skills это массив скиллов или массив срочных значений а следовательно описание аргументов данной функции выглядит следующим образом мы используем уже рассмотренный нами тип array внутри которого указываем тип данных а эта строка отлично с аргументами разобрались теперь переходим к результатам выполнения как говорилось ранее наша функция возвращает строку и мы спокойно можем это описать но вот и готово все что нужно сделать это после круглых скобок описать тип возвращаемых функции данных и в нашем случае эта строка также напоминаю что если функция не возвращает никаких данных то мы используем white если функция возвращает ошибку или выполняется постоянно то это тип never во всех остальных случаях типы данных возвращаемые функции могут быть описаны с помощью уже рассмотренных строка число массив объект и так далее и последнее что мы сегодня разберем это тип функций предположим у нас возникает ситуация когда мы создаем переменную и в последующем в эту переменную мы хотим присвоить функцию благодаря стрелочным функциям такой кейс уже встретишь не часто но если вы работаете с legacy кодом то с такой ситуацией вы вполне можете столкнуться рассмотрим пример итак у нас есть переменная my fung в которую я хочу присвоить функцию old fung кстати как вы можете видеть данную функцию я уже описал с помощью typescript в качестве аргумента она принимает строку и сама по себе она ничего не возвращает теперь мне осталось описать переменную my fung в которую я планирую присвоить функцию как ни странно но для этой задачи используется синтаксис стрелочных функций и выглядит это следующим образом как вы видите после имени переменной я пишу двоеточие и описываю функцию first arc это абстрактное название которое нужно только для того чтобы описать тип единственного аргумента функций после чего я ставлю знак стрелки и с помощью ключевого слова white говорю что функция ничего не возвращает таким образом мы полностью описали функцию которая будет присвоена в переменную my fung но проверить что все работает правильно можно если изменить white например на number и в этом случае мы конечно же получим ошибку поскольку имплементация функции old fung не совпадает с описанным типом функций и сегодняшнем видео мы разберем каким образом можно типизировать объекты для начала давайте рассмотрим самый простой пример объекта это объект юзер в котором определены свойства name и edge самым простым способом который можно воспользоваться для определения типа объекта это взять тип они выглядит это следующим образом а я напомню что они определяют любой тип то есть технически это очень универсальный подход но проблема в том что такой способ не дает нам раскрыть потенциал typescript в результате чего мы спокойно можем переопределить нашу переменную и превратить ее в обычную строку и по факту это будет валидный кейс так как они подходит для любого типа минус этого подхода я думаю очевиден поэтому давайте рассмотрим действительно толковый кейс но чтобы провести аналогию давайте для начала вспомним такой тип как рэй или массив в нем с помощью ключевого слова мы задаем тип а затем описываем типы данных находящиеся в массиве с объектами ситуация обстоит точно также поэтому по аналогии мы можем выполнить следующую типизацию после имени объекта мы ставим фигурные скобки а дальше внутри этих скобок мы описываем типы свойств причем обратите внимание что мы указываем именно ключ и его тип сама же эта конструкция никакого отношения к объекту не имеет она просто описывает его типы и теперь после того как мы задали что имя это строка а возраст это число мы можем попробовать переопределить тип какого-нибудь свойства и вполне логично мы получаем ошибку точно так же мы получаем ошибку при попытке переопределить наш объект строкой после правильного описания объект получил жесткую типизацию себя и своих свойств и он защищен от любых неконтролируемых изменений случае ошибки в коде теперь предположим что мы хотим расширить наш объект дополнительным свойством например никнейм если мы просто так добавим это свойство к объекту то мы также получим ошибку так как описанный с помощью typescript типов объект и объект который мы создали не совпадает я не случайно ввожу весь текст ошибки посмотрите насколько четко идет описание каждой возникшей проблемы именно такое подробное описание еще на стадии создания кода помогает отлавливать различные баги и создавать более стабильную имплементацию за меньшее время все что нам нужно сделать в возникшей ситуации это просто добавить новый тип для свойства никнейм и вот теперь все правильно аналогичная ситуация будет если мы попытаемся добавить в объект это же поле динамически мы получим такую же ошибку которая исправляется аналогичным подходом то есть описанием типа таким образом мы защитили наш объект от нежелательных изменений типов или непредвиденных расширений окей с этим разобрались двигаемся дальше теперь предположим что у нас возникла ситуация когда помимо объекта юзер у нас еще появился объект админ я уже заранее описал его по типам по сути у него все те же самые поля с абсолютно такими же типами то есть никнейм и нейм это строка от это число и теперь у нас системе есть две сущности user и админ с одинаковыми типами в данный момент все описано верно и в целом все валидно но согласитесь дублирующий код описания типов сразу бросается в глаза и несмотря на то что данный подход работает но все-таки он нарушает принцип dry то есть don't repeat yourself или не повторяйся что же мы сможем сделать такой ситуации решение довольно простое мы воспользуемся с вами ключевым словом type с помощью которого мы создадим пользовательский тип и присвоим этот тип в или с выглядит это следующим образом после чего этот тип мы применим каждому из объектов готова теперь все выглядит элегантно и без повторений однако у вас сразу может возникнуть вопрос а что делать если структура объектов в целом похожая но есть небольшие отличия предположим наши объекты будут выглядеть следующим образом разница этих объектов в том что в первом осталось свойство никнейм а во втором появился новый метод get pass и свойства никнейм в нем нет тут есть два варианта можно опять разбить это на два разных типа и описать каждый тип в отдельности но идейка так себе а можно немного модифицировать уже существующий тип person как вы видите мы оставили свойства никнейм добавили метод get pass однако каждый из типов пометили с помощью вопросительного знака как опциональный таким образом мы описали два похожих объекта с небольшой разницей в структуре и все что получилось довольно просто для понимания и гибко для переиспользования таким образом можно выделить еще несколько плюсов использования typescript а именно гибкость при создании типов и шаринг описанных типов между различными структурами для минимизации кода сегодняшняя тема это логическое продолжение двух предыдущих так как классы это смесь объектов и функций в которых есть свои нюансы и если вдруг вы забыли о том что из себя представляет классы то можете пересмотреть соответствующий урок на канале сразу скажу что классы мы будем создавать используя синтаксис es6 поскольку во-первых это уже стандарт а во-вторых именно этот синтаксис чаще всего используется с typescript самый простой пример создания класса выглядит следующим образом создается он с помощью ключевого слова класс после чего с большой буквы задается имя и указываются фигурные скобки внутри фигурных скобок описываются все необходимые свойства и методы в нашем же случае класс пока что пустой первый способ описать класс с помощью синтаксиса typescript это непосредственно внутри класса задать все значения для примера давайте возьмем похожую структуру из предыдущего урока в нашем классе будет три свойства это имя возраст и ник с помощью основных типов мы описываем каждое из свойств отлично теперь добавляем конструктор и также описываем каждое из свойств внутри него вот теперь у нас полноценный класс для начала внутри класса с помощью типов мы описали все свойства а дальше внутри конструктора мы добавили возможность принимать эти свойства при инициализации теперь мы спокойно можем создать экземпляр на основании нашего класса и как результат мы можем увидеть полученный объект а теперь давайте рассмотрим основные ключевые слова которые ввел typescript для удобной работы с классами для начала поговорим о приватных и публичных данных для определения доступности к свойствам и методам класса есть четыре ключевых слова или как правильно называет четыре модификатора доступа это public private protected и read only public это значение по умолчанию в примере я указал его специально но если оно не указано то свойство или метод получает данный тип автоматически модификатор public говорит о том что к соответствующему свойству или методу можно получить свободный доступ private элемент класса повеченный данным модификатором не может быть доступен за пределами класса ни классы наследники не объекты созданные с помощью данного класса не смогут использовать помеченные этим словом свойства и методы protected доступ к элементам с данным модификатором могут получить только наследники экземпляры класса как в примере евген доступа к этим свойствам и методам не имеет и последний модификатор это read only элемент помеченный им становится доступным только для чтения именно поэтому в примере единственным доступным свойством осталось name в трех других вариантах мы получаем ошибки точно так же как и функциях классах можно задавать дефолтное значение для элементов выглядит это следующим образом и в этом случае в конструкторе не нужно описывать никакое присвоение создаваемый instance автоматически получает указанные свойства убедиться в этом тоже просто достаточно добавить в наш класс дополнительный метод get pass и вывести результат в консоль как и ожидалось мы получаем строку состоящую из двух свойств теперь давайте немного поговорим о сокращении количества кода в классе для этого вернемся к ранее рассмотренному примеру где в классе определено много свойств данная конструкция действительно выглядит громоздко так как для начала мы определяем свойства в классе а затем фактически делаем то же самое и в конструкторе и если возникает такая ситуация то от определения типов классе и от присвоения через из можно отказаться и воспользоваться сокращенной формой записи выглядит она следующим образом как вы видите все типы определяется в конструкторе причем автоматически выполняется присвоение важным моментом здесь является то что для каждого свойства нужно обязательно указывать модификатор в таком синтаксисе это является обязательным условием в нашем случае для всех свойств я указал паблик отлично с минимизации кода забрались теперь поговорим об аксессорах для тех кто не понял речь идет о геттерах и сеттерах как вы помните это специальные методы класса которые ведут себя как свойства снаружи этого класса и служат либо для чтения либо для установки значений внутри него для примера воспользуемся нашим классом юзер и так в нашем классе мы определили публичное свойство которое получаем снаружи это нейм и приватное свойство edge в этом случае при попытке его изменения мы получаем ошибку но что делать если мы хотим изменить это приватное свойство тайп скрипт для этого дает две возможности которые мы и опишем смотрите что мы сделали мы добавили метод set edge который принимает числовое значение и устанавливает его для приватного свойства edge этот пример нужен чтобы вы понимали что изменять приватное свойство можно не только с помощью сет но и с помощью обычных методов и второй метод это setter my edge в нем мы выполняем то же самое разница кроется в типе вызова изменения то есть в синтаксисе в первом случае для изменения происходит вызов метода во втором вызов свойства и небольшое пояснение для тех кто мало работал с ооп и не понимает зачем создавать приватное свойство а затем их изменять все довольно просто в java script нету классов в их классическом понимании под капотом идут прототипы и при разработке в объектно-ориентированном подходе вполне возможно изменить что-то на верхнем уровне что изменено быть не должно произойти это может по нескольким причинам запутанные имплементации небольшой опыт и так далее именно поэтому напрямую свойство старается не изменять а использует getter и setter и это дает больше контроль над моментом взаимодействия со свойствами объектов в typescript с помощью модификаторов устанавливается дополнительная защита этих свойств и методов таким образом предотвращается попытка случайного изменения высокоуровневых компонентов и последующего крэша приложения из-за подобного косяка надеюсь мне удалось донести основную мысль и в этом выпуске мы разберем особенности наследования typescript а также рассмотрим такие понятия как статические свойства класса и абстрактные классы и так поехали давайте для начала с простого а именно со статических свойств ранее когда мы создавали класс его свойства мы описывали следующим образом такое описание говорит о том что свойство name edge появится в экземпляре класса при его инициализации но мы также можем создавать и статические элементы класса то есть те которые видны в классе без создания экземпляра ничего сложного в этом нет достаточно добавить к свойству ключевое слово static и свойство становится статическим в примере я использую свойство secret это общее значение для всех объектов каждый экземпляр получит доступ к этому значению при использовании конструкции user secret то есть мы указываем имя класса после чего указываем имя статического свойства наследование мы пока не рассматривали поэтому разберем пример с обычным методом как вы можете видеть класс я дополнил методом get pass данный метод ничего не принимает но возвращает строку обратите внимание как он ее конструирует this name это значение получаемое снаружи при создании экземпляра user secret это обращение к статическому свойству класса ну и как результат в консоли мы получаем ожидаемую строку как я уже говорил typescript в чистом виде не воспринимается браузером его нужно компилировать так вот если созданный класс со статическим методом мы скомпилируем то результат будет такой как вы видите на экране возможно именно этот синтаксис вам будет более понятен да и вообще я рекомендую весь код уроков копировать и вставлять компилятор после чего смотреть на результат двигаемся дальше и переходим непосредственно к наследованию если вы знаете и понимаете как работает наследование в синтаксисе с 6 то ничего нового вы не услышите механизм typescript абсолютно такой же для примера берем уже знакомый нам класс user в конструктор я перенес определение типов для получаемых свойств статическое свойство secret я оставил плюс дополнительно появилось приватное свойство никнейм отлично базовый класс у нас есть теперь на основании его давайте сделаем наследника как это выполнить очень просто используя ключевое слово extends шикарно теперь у нас есть класс евген который наследуется от класса user и в котором мы определили постоянное имя далее давайте попробуем создать экземпляры у двух наших классов и вот здесь мы сталкиваемся с одной проблемой во втором случае вместо двух аргументов мы передаем 1 и как результат получаем ошибку но ведь в нашем классе наследники уже определено свойство имени поэтому снаружи его передавать не нужно причина возникновения этой проблемы наследование от класса user в конструкторе которого определено именно два параметра name и age решение простое классе евген нам нужно создать свой конструктор отлично конструктор есть в нем используется ключевое слово super которая помогает вызвать родительский конструктор и уже в родительском конструкторе у нас происходит определение типов name и age поэтому в классе наследники никакие типы мы не определяем готова теперь создание экземпляров класса полностью валидно помимо переопределения конструктора мы также классе наследники можем переопределить и методы допустим классе евген будет своя реализация метода get pass сам по себе метод не сильно изменился просто теперь пароль конструируется из возраста имени и статического свойства и обратите внимание то о чем я говорил раньше к статическому свойству мы по-прежнему обращаемся через user secret то есть имя класса плюс имя свойства шикарно с наследованием разобрались осталось рассмотреть понятия абстрактных классов а вот это очень интересная вещь если вы смотрели курс по javascript паттерном то периодически вы могли услышать фразу создадим абстракцию в нативном js это просто обычный класс который ничем не отличается от других классов однако в тайп скрипт это отдельная сущность абстрактные классы это базовые классы от которых наследуются другие у него есть две основные особенности первое абстрактный класс содержит детали реализации своих элементов то есть свойств и методов второе от данного типа класса напрямую не создать экземпляр абстрактный класс используется только для создания наследников создается же абстрактный класс с помощью ключевого слова абстракт и выглядит это следующим образом итак смотрите как и было сказано абстрактный класс не сильно отличается от обычного первое отличие которое бросается в глаза это невозможность создания экземпляра макс второе сам по себе класс это некий интерфейс который примерно описывает как должны выглядеть потомки сразу оговорюсь что в тайп скрипт есть и интерфейсы и что это такое мы рассмотрим в следующем уроке пока же просто представьте что класс юзер это примерный интерфейс того как должны выглядеть классы потомки до этого момента потомков при наследовании мы создавали от обычного класса однако теперь мы попробуем создать их от абстракции все как и в предыдущем примере мы создаем класс евген наследуем его от абстракции юзер определяем имя для всех последующих инстансов и реализуем конструктор чтобы это имя поддерживалось при создании в результате получаем первую ошибку о том что у нас не реализована логика метода get pass если мы снова посмотрим на нашу абстракцию и узор то вы можете увидеть что в ней есть два метода grid и get pass метод grid реализован то есть он ничего не принимает не возвращает о чем и говорит ключевое слово void а просто выводит в консоль имя а вот перед методом get pass стоит ключевое слово абстракт а это значит что реализация данного метода обязательно должна быть описано в потомке причем сам метод должен возвращать строку и вот теперь если мы добавим реализацию метода в наш класс наследник то ошибка пропадет и каждый из методов возвращает тот результат который от него ожидает подводя итог вышесказанному можно сделать вывод что абстрактный класс помогает лучше представить как будут выглядеть его наследники и по сути он является обычной абстракцией которая предназначена только для создания потомков и в этом выпуске у нас речь пойдет о таком понятии как namespace или пространство имен и будьте уверены что если вы работаете с javascript хотя бы пару месяцев то вы уже потенциально догадываетесь о чем пойдет речь начнем издалека как вы знаете все виды переменных в javascript делятся на два основных типа это локальная и глобальная тип зависит от того в какой области видимости определены переменные для примера давайте рассмотрим такую конструкцию сильно можете не вникать это просто тестовые данные для примера две константы и две элементарные функции так вот если вы условно создадите файл main.js и подключите его в проект после чего просто скопируете все эти данные файл то каждая из этих констант становится глобальной то есть она доступна из любого места приложения и фактически засоряет глобальную область видимости я уверен вы не раз слышали о том что создавать глобальные переменные это плохо в javascript для решения возникшей проблемы использовались анонимные самовызывающиеся функции то есть весь код оборачивался функцию которая вызывалась прямо на месте таким образом к данным находящимся внутри нее нельзя было получить доступ снаружи если только такая функциональность не закладывалась специально это была своеобразная реализация модулей после глобального обновления экмоскрипт 2015 javascript появились свои модули которые инкапсулировали заложенную в них логику по этой теме на канале также есть отдельный урок typescript предложил свое элегантное решение данной проблемы а именно пространство имен как вы видите это отдельная сущность похожая на объект однако объявлена она через ключевое слово namespace и такая запись инкапсулирует все добавленные в нее сущности создавая свое пространство имен которому можно обратиться но тут есть нюанс если мы попробуем обратиться какой-нибудь константе как к обычному свойству объекта то получим ошибку и это основное отличие namespace от обычного объекта они создают свою локальную область видимости внутри которой мы можем поместить любое количество данных но чтобы получить доступ к этим данным снаружи namespace нам нужно их сэкспортировать делается это с помощью ключевого слова экспорт после чего мы получаем доступ к данным и можем с ними работать но константа пи поскольку она не экспортируется из пространства имен остается приватной причем обратите внимание что за пределами namespace утилс мы создали точно такую же константу но с другим значением и это не вызвало никаких ошибок если вы долгое время работали с op то как вариант у вас может появиться вопрос почему бы не использовать обычные классы со статическими свойствами делать это конечно никто не запрещает по сути вы добиваетесь того же результата то есть инкапсулируете данные но зачем использовать классы если для решения проблемы существует отдельная сущность предназначенная именно для этой цели двигаемся дальше сейчас мы рассматривали пример создания namespace в скопе одного файла но что если возникнет необходимость использовать один namespace на несколько файлов для этой задачи таймскрипт также предусмотрел свой механизм в качестве примера возьмем тот же самый namespace utils я его немного сократил оставив одну константу и один метод также предположим что этот namespace находится в отдельном файле utils ts и предположим нам нужно получить доступ к функции get pass файле customers ts как это сделать выглядеть эта операция будет следующим образом готово вы можете видеть что для импортирования namespace из другого файла существует свой синтаксис мы пишем три символа слэш да это обязательно затем в скобках указываем ключевое слово reference то есть ссылка и записываем туда путь до файла и нет проблем после этого utils доступны в нашем файле однако есть нюанс о такой возможности просто полезно знать но в действительности она уже устарела даже если вы пишете чистое приложение на тайп скрипт на нормальных же больших проектах например написанных на react когда идет интеграция с тайп скрипт рекомендуется использовать модули даже валидатор выдаст информацию о том что предпочтительно использовать и с 6 модулей поэтому давайте рассмотрим импорт и экспорт пространство имен с помощью модулей для этого файла утилит мы убираем обертку из namespace и экспортируем каждую константу по отдельности как вы помните в начале урока я говорил что модули создают свое пространство имен поэтому обертка из утилс это просто избыточный синтаксис после чего в основном файле используем стандартную конструкцию импорта вот и все теперь у нас есть нужный метод но если все таки вместо множественного импорта каждого метода вы хотите с экспортировать просто одну сущность то вот в этом случае создание класса со статическими свойствами и методами вполне обоснованно но это вы можете попробовать сделать самостоятельно и сегодня мы с вами разберем такое понятие как интерфейс а также рассмотрим его особенности и возможности я надеюсь вы уловили что основным принципом TypeScript является проверка типов основанная на форме значений такой подход иногда называется структурным подтипированием или утиной типизацией в TypeScript интерфейсы как раз-то и выполняют функцию именования типов определяется они с помощью ключевого слова interface и выглядят примерно следующим образом визуально это тот же самый объект однако в действительности это надобъектная сущность назовем это так которая помогает описать форму объекта или то как он будет выглядеть в будущем это немного похоже на абстрактный класс который мы рассматривали в предыдущем видео а также на определение типа с помощью ключевого слова Type в действительности мы можем написать примерно такие варианты описания формы объекта как вы видите я использую интерфейс и тип при описании структуры объекта однако между двумя этими подходами существует принципиальная разница Type задает псевдоним для любой разновидности типа включая примитивы то есть это механизм создания псевдонима для любого типа в то время как интерфейс представляет из себя именованный тип объекта и обеспечивает мощный способ определения сущностей также интерфейс может быть использован в выражениях extends или implements если сказать просто то он может наследоваться и расширяться другими интерфейсами это мы рассмотрим чуть позже в общем и целом способности у него намного больше чем у простого Type и давайте потихоньку их разбирать воспользуемся интерфейсом из предыдущего примера и создадим на основании него какой-нибудь объект отлично теперь у нас есть объект с типом user и первая уже знакомая вам возможность это опциональные типы как и раньше опциональные свойства помещаются с помощью вопросительного знака и при создании объекта они могут не указываться но если при создании мы попробуем не указать обязательное свойство то получим ошибку в интерфейсах любое свойство не помеченное как опциональное по умолчанию является обязательным следующая фича это блокировка изменений для того чтобы случайно не изменить свойства нашего объекта можно воспользоваться модификатором read only и в таком случае при попытке внести изменения мы получим ошибку о том что пытаемся изменить свойства предназначенное только для чтения также в примере я показал что свойство не помеченное этим модификатором спокойно изменяется в случае необходимости двигаемся дальше и следующая фича это проверка на лишние свойства еще одна полезная особенность которая опять же помогает предотвратить неконтролируемое изменение объекта все дело в том что объект с указанным типом интерфейса должен ему соответствовать таким образом все не входящие в интерфейс свойства либо свойства описанное например с орфографической ошибкой будут сразу выбрасывать exception однако что делать если расширение объекта все-таки предполагается подходов тут несколько в зависимости от того хотим мы расширять интерфейс или нет знаем ли мы точно сколько свойств будет или это тайно покрытая мраком в любом случае самый простой способ это добавление строкового индекса применяя такой подход мы даем полную свободу при расширении объекта в данном случае нас интересует только два аргумента name и age а типы и количество остальных свойств могут быть произвольными двигаемся дальше типы классов как говорилось ранее интерфейсы помогают создавать описание различных сущностей в typescript и классы не являются исключением тот же самый интерфейс юзер вполне может описать класс в примере вы можете видеть три особенности во-первых интерфейс может содержать описание метода который будет реализован внутри класса во вторых если класс создается на основании определенного типа интерфейса то делается это с помощью ключевого слова implement и в-третьих в классе есть дополнительное свойство nickname которое не определено в интерфейсе однако сам класс по-прежнему валиден и тут суть интерфейса в том что мы должны реализовать минимальный набор необходимых параметров остальные же параметры могут присутствовать абсолютно в любом количестве еще одна особенность это создание классов на основании нескольких интерфейсов класс евген точно такой же как и в предыдущем примере однако он состоится от двух интерфейсов user и пас и в пас мы просто вынесли описание метода get pass в самом же синтаксисе создания несколько интерфейсов просто перечисляются через запятую и последняя особенность интерфейсов которую мы рассмотрим это их расширение сам по себе это очень простой механизм и он полностью описан в приведенном примере у нас есть наш базовый интерфейс юзер и на основании его мы создаем новый админ или если просто интерфейс админ расширяет интерфейс юзер в админ мы описываем тип метода get pass и в результате создаем новый класс евген именно на основании расширенного интерфейса админ если же один интерфейс создается на основании нескольких то как и раньше после ключевого слова extends они просто перечисляются через запятую я надеюсь тут все понятно и в этом выпуске у нас речь пойдет о таком понятии как generic или общие типы обобщение я буду называть это так это просто обозначение типов в общем виде они позволяют создавать компоненты способные работать с различными типами они только с каким-то одним строго определяя его это позволяет применять такие компоненты и использовать свои типы другими словами мы сами будем задавать определенные типы и контролировать весь процесс для большего понимания давайте рассмотрим простой пример вот смотрите мы создали элементарную функцию getter которая будет принимать любой тип данных и возвращать его ключевое слово any здесь служит своеобразным обобщением поскольку позволяет использовать аргумент абсолютно любого типа однако особенностью тайп скрипт является полный контроль над всеми типами данных в примере же эту особенность языка мы пускаем на самотек и вот какой ошибки это может привести то есть отправляя функцию getter какие-то данные на выходе мы хотим обратиться к их длине однако если случае со строкой все работает корректно и мы получаем 4 то есть количество символов тот случай с числом мы получаем undefined так как у числа такого свойства просто нет таким образом мы написали валидную по синтаксису тайп скрипт функцию однако потеряли контроль над типами и сломали приложение чтобы такая ситуация не произошла в идеале мы должны захватить тип аргумента чтобы в последующем его можно было бы использовать для описания возвращаемого типа из функции то есть если функцию прилетает строка мы возвращаем строку если число то число и как раз то для решения такой проблемы используются generic типы выглядит данный синтаксис следующим образом смотрите я указал оба варианта создания функции используя generic тип это варианты в синтаксисе es6 и es5 в одном случае generic тип указывается перед круглыми скобками во втором после имени функции но в обоих случаях такой тип указывается внутри скобок вообще это может быть произвольная буква но распространенной практикой считается указание буквы ти то есть тайп дальше этот тип мы присваиваем к аргументу и возвращаем ему из функции типу обратите внимание что теперь произошло как только мы добавили generic тип еще на этапе написания кода мы получили ошибку о том что у числа нет метода lens под капотом эти преобразования выглядят примерно следующим образом то есть generic тип динамически манипулирует получаемыми типами и подставляет их вместо себя отлично с этим разобрались двигаемся дальше как вы понимаете в настоящий момент компилятор сам автоматически определяет какой тип данных он должен вернуть однако это совершенно не значит что мы не можем контролировать этот процесс самостоятельно для примера мы совершенно свободно можем указать тип данных который будет получать функция делается это в момент ее вызова скобках указывается тип получаемых ею данных кстати я могу вас немного удивить и сказать что generic типы мы уже проходили я надеюсь вы помните такую запись в ней мы определяли тип лист как массив и посмотрите на синтаксис мы описываем массив через ключевое слово рей после чего в скобках описываем из какого типа данных этот массив будет состоять в нашем случае это будут цифры теперь давайте разберем каким образом generic типы работают с классами для примера берем уже знакомый нам класс юзер тут все довольно просто как обычно при создании экземпляра наш класс будет принимать имя и возраст и в случае необходимости с помощью метода get pass мы будем генерировать пароль обратите внимание что в этом классе у нас уже все определено то есть тип имени строка возраст число из функции возвращается тоже строка однако мы хотим чтобы наш класс имел большую гибкость и принимал данные разных типов и свободно ими манипулировал для этого наш обычный класс мы перепишем дженери класс выглядит это следующим образом для начала давайте рассмотрим синтаксис после имени класса мы указываем generic тип делается это точно так же как и в примерах ранее далее наши публичные свойства name и edge меняют свои типы на тип ти то есть generic самом же методе ничего не изменяется так как любые типы у нас все равно на выходе преобразуются в строку и в конце на основании этого generic класса мы создаем двух юзеров и вызываем у них метод get pass и как вы видите все отработало корректно однако теперь наш класс может принимать не только строки но и числа внимательный разработчик может заметить что в обоих вариантах мы передаем данные одинаковых типов в первом это строки во втором это число а что если нам нужно передать строку и число все довольно просто через запятую мы просто указываем еще один generic тип и в этом случае подразумевается что принимаемые аргументы могут быть как разных типов так и одного оба варианта будут отрабатывать корректно еще один нюанс это то что мы выбрали простой метод а именно конструирование строки а что если в наш метод должны приходить только числа для этого я немного изменю класс user и добавлю в него новый метод смотрите метод get secret возводит получаемый возраст квадрат и возвращает полученное значение в виде числа соответственно если ему прилетит неверный тип например null undefined или какая-то сложная строка то этот метод отработает неверно а следовательно нам нужно поставить ограничение на generic тип кей и сказать что он должен быть только числом делается это с помощью ключевого слова extends после которого мы указываем тип и в таком случае при создании экземпляра макс и передачи ему значение неверного типа мы получаем ошибку как вы видите все этапы очень хорошо контролируется и конфигурируется и в сегодняшнем видео мы с вами разберем такое понятие как декораторы декораторы это возможность typescript по добавлению аннотаций и мета программного синтаксиса для объявлений классов и функций для примера воспользуемся уже знакомым вам классом user ничего необычного те же свойства то есть имя и возраст и метод генерации пароля кстати те кто смотрел курс на канале по мог x помнят что в нем мы уже работали с декорацией декораторами наверняка вы запомнили их синтаксис и способ применения к экземплярам класса если же вы слышите о декораторах первый раз то запомните по сути декоратор это обычная функция она может быть прикреплена к объявлению класса методу аксессору свойству или параметру по сути декораторы оборачивают декорируемую сущность и модифицируют ее поведение и опять же небольшая отсылка к паттернам проектирования в курсе мы рассматривали эту тему и если вы смотрели урок то скорее всего вы должны понимать этот механизм и вы будете смеяться но на экране вы видите начальную реализацию декоратора да пока что она ничего не делает и ни к чему не применена но это мы исправим есть одно простое правило в качестве единственного аргумента функция классового декоратора должна принимать конструктор декорируемой сущности на экране вы можете видеть полную реализацию декоратора для класса то есть у нас есть декоратор лог класс он будет принимать конструктор класса и выводить его в консоль для того чтобы применить декоратор достаточно поставить знак собачки и написать имя декоратор таким образом в консоли мы получим соответствующий вывод конструктора здесь важно запомнить что если декоратор класса вернет значение то он заменит объявление класса с помощью предоставленного конструктора именно поэтому в нашем декораторе я ничего не возвращаю если говорить в общем то существует четыре основных типа декоратора класса свойства метода и аксессора имя соответствует тому какому конкретно месту применен декоратор и первый тип мы уже рассмотрели следующий тип который мы разберем это декоратор свойства во-первых в класс юзер я добавил свойство secret и его тип число именно к этому свойству я применяю декоратор log property а во-вторых log property на этот раз принимает уже два аргумента первый это target по сути это прототип класса которому применяется декоратор второй это property кей это имя поля которому применяется декоратор обращаю ваше внимание на то что тип этого поля либо строка либо символ и это логично так как только эти значения могут использоваться для ключей объекта и точно также этот декоратор либо возвращает null либо descriptor свойства если вернуть descriptor то он будет использован для вызова метода object define property следующий тип декоратора это декоратор метода и так для начала я применяю декоратор log метод публичному методу get pass сам же декоратор на этот раз принимает три аргумента target прототип класса property кей имя метода и так как декоратор у нас применяется к методу то появляется дополнительный аргумент descriptor у которого есть специальный тип property descriptor и точно так же как и декоратор свойства данный тип декоратора может вернуть либо null либо descriptor свойства последний тип декоратора это декоратор аксессора то есть декоратор для getter of и setter of и здесь все по аналогии с обычными методами то есть применяем декоратор к set или get декоратор принимает те же самые три аргумента и возвращает либо null либо descriptor отлично с типами декораторов разобрались теперь давайте разберем такое понятие как фабрика декораторов фабрика декораторов это функция которая возвращает выражение и которая будет вызвана декоратором во время исполнения программы в общем виде она выглядит следующим образом как вы можете видеть здесь нет ничего сложного вместо того чтобы просто написать декоратор мы создаем дополнительную обертку над ним из функций сама функция конкретно в нашем случае может принимать некое значение с типом any это значение она может применить во внутри декоратора а вот уже сама функция фабрика должна возвращать декоратор и так для примера мы используем класс юзер к свойству которого применяем фабричный декоратор enumerable он свою очередь принимает булевое значение в нашем случае это false и передает его в декоратор при вызове этого декоратора будет изменено свойство enumerable дескриптора свойства и опять же если вы не знаете что такое enumerable а также смутно представляете свойства writeable и configurable то на канале есть соответствующий урок ссылка на него также будет в описании и последнее что мы сегодня разберем эта композиция декораторов до этого момента мы всегда применяли только один декоратор в действительности в тайскрипт разрешается применять по несколько декораторов и это называется композиция на экране вы можете видеть синтаксис использование нескольких декораторов они либо будут писаться в одну линию либо каждый на своей существуют следующие шаги при вычислении нескольких декораторов на одном объявлении сначала выражение для каждого декоратора вычисляется сверху вниз затем результаты вызывается как функции снизу вверх и давайте рассмотрим небольшой пример у нас есть два декоратора которые создаются с помощью фабрик декораторов first и second и обратите внимание что внутри фабрики и внутри декоратора стоит консоль лог внутри фабрики мы трекаем обращение к ней внутри декоратора соответственно его вызов после чего мы применяем два наших декоратора к классу и если заглянуть в консоль то мы увидим примерно следующий результат сначала у нас происходит вызов первой фабрики затем вызов второй фабрики после чего мы вызываем сначала второй декоратор а затем первый то есть выражение для декораторов вызывается и вычисляется последовательно сверху вниз а результаты затем вызывают декораторы снизу вверх вот что из себя представляет механизм работы композиции декоратора и в этом видео мы с вами разберем такую тему как утилиты все дело в том что typescript предоставляет 16 утилит для упрощения базовых преобразований типов ну по крайней мере на момент записи курса таких утилит было 16 все мы их рассматривать не будем а разберем основные в описании под этим видео я оставлю ссылку на весь список и так поехали read only с помощью этой утилиты мы можем создать тип все свойства которого будут предназначены только для чтения в примере мы создаем тип юзер у которого есть свойство name и при попытке переопределить это свойство мы получаем ошибку required данная утилита помогает создать тип все поля которого становятся обязательными в примере при создании первого объекта с интерфейсом props мы не получаем никаких ошибок так как оба свойства опциональны но вот когда мы пытаемся создать второй объект используя утилиту то получаем ошибку так как уже в этом случае свойство становится обязательным record утилита которая создает тип с набором свойств page типа page info в примере у нас есть набор типов home about и contact и интерфейс page info далее мы создаем константу x где с помощью утилиты record создаем набор соответствующего типа возможно результат будет более понятным если посмотреть на скомпилированный код на выходе мы получаем объект каждому свойству которого соответствует объект связанного значения также эту утилиту можно использовать для сопоставления свойств одного типа другому пик эта утилита очень похожа на предыдущую затем лишь исключением что она создает тип выбирая заданные нами свойства из интерфейса туда у нас этот title и completed по факту мы конструируем объект только из выбранных типов омид если вы работали с лодаж то наверняка знаете такой метод он позволяет удалять ненужные свойства у объекта здесь ситуация аналогичная только мы будем брать переданные типы и удалять их из интерфейса туда exclude данная утилита создает тип исключая из него все типы которые передаются вторым аргументом в первом случае у нас есть три типа и биси и тип и мы исключаем во втором примере у нас остается только си поскольку мы убираем и и иби и в третьем примере у нас есть строка число и функция тип функции мы исключаем остается строка и число надеюсь принцип понятен в противоположность exclude есть утилита экстракт она наоборот конструирует тип оставляя в нем только переданные свойства и третья похожая утилита это non nullable она выбрасывает из создаваемого типа все несуществующие типы то есть null и undefined return type данная утилита создает тип состоящий из возвращаемого функции типа итак поехали по примерам нулевой функция возвращает строку соответственно тип строка первый пример аргументом функция принимает строку но все равно ничего не возвращает следовательно возвращаемый тип войт второй мы используем generic тип а это значит по дефолту пустой объект 3 опять generic тип который экстендится от x которая свою очередь экстендится от массива с числами а это значит по итогу тип массив чисел 4 обычная функция f1 которая возвращает объект со свойствами a и b 5 и 6 примеры они возвращает они и never также возвращает они а я напомню что never это тип который присваивается функции свою очередь данная функция должна возвращать либо ошибку либо постоянно работать и последние два примера если мы просто без type of попытаемся определить тип примитива наподобие строки или функции то это будет ошибка и последняя утилита очень похожая на предыдущую это instance type на этот раз мы создаем тип состоящий из типа экземпляра функции конструктора в примере у нас есть класс си и при вызове type of си мы конечно же получаем си они и never как и в предыдущем примере возвращает они то есть тип экземпляра конструктора ну и привитив и функция возвращает ошибки это последняя утилита которую я планировал рассмотреть как было сказано в начале данный урок это последний урок курса если у вас появился вопрос что делать дальше то как вариант я могу посоветовать курс по javascript паттернам и переписать реализованные конструкции на typescript теперь то вы уже знаете такие понятия как публичные приватные свойства абстрактные классы интерфейсы а далее можно попробовать интегрировать typescript в какое-нибудь простое приложение написанное на react или view или начать изучать angular так как последняя версия этого фреймворка идет на typescript и в целом на сегодня это все поэтому если вам понравился этот курс то я буду благодарен если вы подпишитесь на канал и нажмете колокольчик весь код вы найдете в github репозитории ссылка на него в описании и увидимся в следующем курсе пока